Конкурс робототехники для юных конструкторов Минской области. Удельники споборничают в трех дисциплинах. На худкости сбирают модель робота, программируют его рух по зададенной траектории, а самое видовищное – мини-сумо. Соправдные бои машин. Наталья Кузьминская познайомилась с выноходниками. Ранее любимой гульниусе хлопчиков были машинки. Зараз на первом месте для многих лего. Захопление конструкторам переросло в спорт. Эти юные робототехники сбирают свои модели на худкость. После, с допомогой специальной программы, задают им полный алгоритм деянию. Тип мышления у них формируется другой, алгоритмический. Они иначе видят информацию, они иначе с ней работают. И вот эта секция робототехники предполагает, что ребенок поначалу соберет свою модель по готовой схеме, по пошаговой инструкции. На втором этапе они уже работают с рисунком, где только основные узлы обозначены. Робототехникой, легоконструированием и программованием дети начинают заниматься у дошкольном взросле. Сгульни поступово повышают свой узровень. После того, как засвоены простые коды и комбинации, можно поспробовать себе и в больших складанных дисциплинах. Задача, в принципе, заключается в том, чтобы робот проехал по определенному маршруту, по вот этой плоскости, не выехав при этом колесами за пределы линии. Ну, вот, в принципе, сам путь, по которому нам надо будет проехать. Собрать робота заходину, написать программу, перед финальным заездом протестировать маршрут и выправить помылки. Для Богдана Фролова задача простая. Займается робототехникой не первый год. Летось у республиканскому конкурсе он занял третье место. А это минус ума, как и у спортивной гульни, перемогу отримает той, хто первым позбавится от суперника на рынке. На старт, увага, марш! У ритме вальса гетые бойцы самоликвидовались, а, видать, не вельми удало прописали программы. А восьменький тоновик до конкурсу рыхтавался долго и досконало, был упомнен в своих силах, однако подчас поединку и ему пришлось похваляться. Я выиграл со счетом 1-0, а всего было три боя. То есть, получается, два раза подряд, они у меня, он просто зацеплял мои провода свой месяц и чуть не выломал мне провода, а за пацаны у меня не было. Плясовкой конкурсу не выпадково став факультет информационных технологий и робототехники БНТУ. В факультетных конструкторах тут бачать своих будущих студентов. Белорусский национально-технический университет поддерживает систему непрерывного образования и заранее готовятся молодые люди, которые по своей душе поступают, хотят именно выбрать эту профессию и именно стать специалистом в области, я бы сказал, мехатроники. Областный конкурс робототехники лазится уже четвертый год за пар и каждый раз я избираю все больше удельников. Сегодня у его номинациях споборничали больше за 100 школьников.